Деньги Европейского инвестиционного банка собираются привлечь для повышения энергоэффективности 60 бюджетных зданий Запорожья. Западноукраинский региональный учебный центр уже провел за счет средств международной технической помощи энергоаудит и представил свои варианты технико-экономического обоснования проекта. Специалисты из Львова обследовали 7 больниц, 20 школ и 33 детских сада. Практически во всех зданиях отсутствует система автоматического регулирования тепла. Устаревшие радиаторы, проблемы с балансировкой системы, нет теплоизоляции, ограждающие конструкции не соответствуют строительным нормам. Есть трещины в стенах. Чтобы понять откуда они и как с ними бороться, нужен еще один аудит. Иначе дальнейшую термомодернизацию делать бессмысленно. Тем не менее, уже сейчас предлагают 24 энергоэффективных мероприятия. Это утепление стены, крыш, замена дверей и окон, восстановление системы водоотведения, установка рекуперации и счетчиков тепла и многое другое. В зависимости от положений предлагают три пакета стоимостью от 22 до 556 миллионов гривен. Мы представляем другий пакет как наибольшь оптимальный. Там есть возможность поединения и глубоких термоноваций. Там, где, например, заходы были очень большие термены окупности, то они просто выключены. Но, в принципе, все три пакета есть достатными для того, чтобы взять этот кредит ЕИП, потому что он рассчитывается на 22 года. У нас простой термин окупности по третьему пакету, который есть самый больший – 19 лет. В настоящий момент процентная ставка банка по кредиту достоверно неизвестна. Западноукраинский центр считал окупаемость и экономию по тем данным, что предоставил заказчик USAID – 1,37%. Впрочем, городские власти смущают больше даже не финансовая составляющая, а организационная, как, например, одновременно закрывать больницы и школы. Пока что проделанную работу оценили положительно, а сам проект – требующим дополнительного осмысления.